Друзья мои, спасибо большое за то, что вы дали возможность мне выступить. Я хочу сказать, давайте объективно сказать, здесь собрался цвет нации, еще раз я миллион раз говорю. Вы самая образованная, самая нравственная и самая, если хотите, ну в любой стране мира вы являетесь основой системы управления. Ну мы так, видите, лицом к лицу лица не увидать, мы друг друга отточимся иногда очень, ну так, преднебрежительно, но это так, поверьте мне, вот в любой стране вы и есть основа управления. Но в 90-е годы пришла катастрофа, пришли с улицы люди, ну давайте откровенно, барыги, жулики, уголовники там, ну они, конечно, чуть-чуть поменяли риторику, одели плащи, начали по-другому говорить, но суть остается сутью. Что касается Ленина, вы знаете, есть две крайности, одна, так сказать, ну может быть где-то действительно его возводит, а другая сводит его до рядового обывателя, политикана и так далее. Я хочу сказать, что впервые за многие-многие века Ленин на деле сказал то, что в основе политики является человек труда, все, точка. Вот это основа, и поэтому, когда мы говорим, безусловно, рабочий не может разбираться во всех тонкостях марксизма. Я согласен, это очень сложно. И, кстати, во многом, например, отцы церкви, тот же Сергий Булгаков, критиковали марксизм очень серьезно, с позиции, что там материализм, отсутствие души, духовности. Я согласен, но, тем не менее, вот когда говорят, что Ленину прощал и так далее, вот эта вот идеологическая парадигма, она должна была быть понятна человеку с двумя классами образования, едва имеющими читать и писать и так далее. И вот это Ленину и его партии удалось, а то, что это были люди, бессеребренники, совершенно очевидно, и землячка одна из них, так сказать, поэтому Геннадий Алексеевич прав абсолютно, мы должны отстаивать и отстаивать и так далее. Жиганов прав во многом, что говорит, что Ленина не надо защищать, он не нуждается в никаких защитах. Более того, я вам хочу сказать, что в 1987 году при Горбачеве Институт марксизма и левиза ЦК КПСС готовили новое издание 80-томного собрания защищения Ленина, сейчас 55 томов. И Горбачев не дал. Представляете, сколько еще, если объективно говорить, работ не издано и так далее. Это все касается год революции. Это первый вопрос. Второй очень важный вопрос. Ну, Ленин получил страну вот такую, да, то есть там уже это известно, да, и феодальные отношения, и разрубленная экономика, и гражданская война. Действительно, он ее вывел из этой ситуации. И есть базовые ценности, если хотите, базовые вещи. Да, мы можем между собой критиковать Владимира Ленина, но если имена святые, землячка, Ленин, герои революции, давайте мы на этом остановимся, будем их защищать, что называется и так далее. А между собой, конечно, мы можем дискутировать. И Зюганова будем критиковать. Кстати, на каком там, после НЭПа был съезд, совсем был не факт, что Ленин удержался у власти. Там была группа, как они, трудовики назывались, они вообще хотели его, что называется. И он выдерживал и такие, так сказать, полемики. По профсоюзу движение было. Он выдерживал такие полемики и так далее. Поэтому я хочу сказать, что для нас существуют базовые ценности, базовые рэперные точки. Герои революции, Ленин и так далее. И мы можем защищать это. Действительно, если вы говорите Ленину, его статья, фига «Развитие социализма в России». Сергей Карам-Розе раскритиковал эту книгу уже в 80-е годы, как совершенно не годная. У Ленина было мало информации для того, чтобы именно подробно судить о развитии. Это после 60-ти лет советской власти, когда уже опыт определенный был. А Ленин ничего не видел, все предвидел. Кто это на сборе? Да, ну, вы поймите. Как карабуза написал отвратительную точку. Ну, это ради бога его. Попорялся, подпочитаем. Ну, я хочу сказать, что преподавание же, госэкзамен по научному коммунизму во всех вызовах был введен только при Хрущеве в 61-м году. Для этого же все сложнее было много. Ну, ладно, я хочу сказать, что давайте так, вот на самом деле критиковать нужно. За землячку, да? Да, у нас есть, и мы будем критиковать друг друга, и Зюганов будем критиковать, и друг друга будем критиковать. Но есть базовые ценности, базовые. Ленин, землячка, вот будем их отстаивать. Все, спасибо, доклад закончил. Так. Спасибо. Спасибо. Спасибо.